Сеня и Сеня Треноженко и Евгений Слипчик, он же Слип. Мы смотрим OptiGaming против Misfits на карте Demirage. Надеюсь, вы не спите. Да, действительно, спать не надо. Counter-Strike сегодня очень много. И это, кстати, во-первых, не самый плохой. Во-вторых, все та же интересная команда OptiGaming, которая может все-таки что-то показать им плейной или будет дальше по индивидуалке работать Mixville. Он находит оппонентов, но не попадает ни по кому. Бомба поставлена на А. Mixville вообще ни по кому не попадает. Хотя позиция сквозь два смока на самом деле просто великолепная. У него все равно ничего не получилось, он отъезжает. Неплохо, Шингарес забирает Mixville. Отличная засада от игроков с атаки на кт-спауне. Душит последнего Аллу и погибает на свинский боец команды OptiGaming. Misfits повели в счете 1-0. В принципе, довольно простой пистолетный раунд, но, как часто это бывает, Аплэнд отдали игроки защиты и дали с убиванием. Мне все так гладко получилось. Ну что ж, теперь оптикам придется форсить. Mixville, кстати, интересное решение. А если все купили пистолеты, то этот парень решил сыграть с МПшечкой без армора. Что ж, посмотрим, получится ли. Ну, теперь так, пожалуй, можно делать, с учетом, что импанчи поменяли. Теперь треть от того, что было. А треть это все-таки более приятный вариант. Возможно, на Б пойдут команды Misfits, потому что метро, я уже вижу, что прошли. Хотя, опять же, могут развернуться, если что-то пойдет не так, пойти через метро, через коннектор. Но, судя по всему, действительно Б фрайберг закрывает себя от флешки, попробует найти голову, ничего уже не попробует, его моментально вскрывают. Mixville, конечно, без позиции здесь находится. Но я не уверен насчет ретейта. Судя по всему, оптики попытаются, но шансов очень мало. Mixville как раз-таки реализовал все-таки свою МПшечку. Пытается дальше душить. Его загоняют аккуратно. ДВД Уэк, возможно, погибнет. Нет, решил отойти. При этом Сик отлично прячется слева. Mixville понимает, где находится оппонент. И, как мы видим, МПшечку зарешало. 2Х, это по 600, 1200 долларов зарабатывает. ХС удается забрать ДВД Уэка. В целом, это сейв. Хотя, все-таки в спине у нас Алла. У него П-250. Правда, Аллу без армора топнул. Шазам чекает спину. И Аллу все-таки своего убивает. Подбирает калаш. В целом, довольно хорошо все вышло у команды МИС. Извините, не МИС, а оптик гейминг. МИС, конечно, бомбу взорвали. Но все погибли. Один Шангарас выжил. И есть калаш. Аллу может купить первый или второй армор. Собственно, так и происходит. Отдает пистолет своему тиммейту. Оптики продолжают делать экономический раунд. Но теперь с одним АК, возможно, шансов больше. Но, с другой стороны, у команды МИС тоже хорошее оружие. Но я думаю, что плоды этого, скажем так, форса, команда оптик будет пожинать через несколько раундов. Да, возможно, к пятому как раз какому-нибудь. Минус этот, минус четвертый. И вот как раз через два. Самое то, на самом деле, когда у них, может быть, кончатся деньги. Если оптики что-то покажут интересное. Моджеск Бой находится на балконе на данный момент. Вот забеги вроде поехали. От Моджеск Бой на самом деле много чего зависит. Потому что на коврах двое людей. Да, вот Увек, он уже видел, должен его убивать. Не убивать не получается. Ой-ой-ой, там еще и голову вскрывают. Миксвелл пытается за искрой работать. Его сносят просто вагоном здесь. Остается последний Файберг. Он видит оппонентов. Не сразу все у него залетает. Теперь позиции Файберга известны. Я думаю, что его будут забирать. Так и выходит 0-3. Отлично. Пока что все довольно хорошо. Причем, что для них, что для вторых. Оптикам удается делать какие-то киллы. Ну а миссвелл берут раунды. Ну и вот он первый бай. Аллуса ВП. 4 мки у остальных. Все неплохо для обеих команд. Как я уже говорил. Флешки, раскидки. В общем, все имеется. И вопрос, будут ли террористы пытаться просто играть. Там, например, отталкиваться от банальных раскидок на апплейнте. Или все-таки будут пытаться контролировать мидл. Как это делают в последнее время очень часто на карте Деймираж. Терры стоят пока что в начале мида. Отходит ДВД, который накинул много гранат в направлении апплейнта под точку Б. И вместе с Аманеком попробует засплитить. Тем временем выход на зигзаг. Миксвелл делает килл. Шингарес делает размин. Шингарес моментально падает. Но на Б апплейнте отстреливает только что Фриберга. Бомба устанавливается. И это 2 на 3. Возможно, есть варианты для оптигейминга в этот раз. Если ДВД сейчас... ХС все-таки замечает ДВД, а Аманек, правда, разминивает ХС моментально. Ало снимает Аманек. А в то же самое время кончаются игроки команды Миссвиц. Это все-таки первый дефьюз для команды оптигейминг. Успешный. И, в общем-то, первый раунд на самом деле такой же. По фрагу на врат Ало, Мэджиск Бой и Миксвелл забирают. И ЧС забирает себе 2. И вот он тот самый пятый раунд. Я сказал, что денег как бы не особо. Ну, в смысле, может быть не особо, но на самом деле вообще-то вполне себе хватает. И СИК, может быть, себе купит. Либо ему перекинут. Опять же, судя по всему, перекинули, как я понимаю. Сейчас СИК все-таки СИЗИХой не купит ничего. Не купит. Почему-то в чате уже не первый раз зрители интересуются, какой пинку команды оптик. Я не понимаю, с чем это связано. Потому как оптики, хоть и европейский состав, но они переехали, насколько я помню, в Америку. И, в принципе, играть... Теперь переехали. А, то есть они раньше играли в плохим пингом. Да, 130-150 там был. Ужас вообще. Понял. Поэтому вопрос снят. Выход снова на B-Plant. B охраняет фриверг. Он слышал только, что слева от себя на верхнем этаже довольно много игроков. Но смог лежит. Фриверг ничего не видит. Выход неплохой для фриверга. Отличные 2 кила. Шингарас одувает... Да выдувайка, извините, погибает. СИК делает все-таки размен. Аллу в Magic's Boy и ХС. Втроем против двоих. Бомба выпала на B-Plant. Magic's Boy приходит на помощь. Аманек погибает. Шазам один против троих. И у Шазама все очень тяжело. Потому как его, естественно, чекают. Magic's Boy забирает Шазама. Счет становится 3-2. И вот сейчас как раз таки не хватает команде Misfits. Именно тех денег, про которые мы говорили в самом начале игры. Когда во втором раунде они отдали почти все свои девайсы. Да, все-таки в шестом. Получается не в пятом. Но в шестом. И, опять же, закупаться особо не могут. Поэтому принимает решение P250. Взять 3 дегла. И глоку Шазама. Потому что Шазам бы хотел АВП. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому ничего и не берет. Вот Огибомба скидывается около банана, около телевизора на данный момент. Правда, на Миду находится Миксвелл. И топит прям в метро. Агрессивный парень. Доводовека не замечает. Ну, как-то так вроде прочекал. Но вроде и не прочекал. Очень лениво получилось. Поэтому у Доводовека теперь суперпозиция. Его здесь не ждут. Как бы галочка стоит. Все зачекано. И Мэджинск Бой, по-кому, будет отлетать. Нет, все-таки Мэджинск Бой не будет отлетать от Доводовека. Но шансы все были. Мэджинск Бой хороший хэдшот. Доводовек падает. Ну, остается, в принципе, команде Оптик не ошибаться. И забирать этот раунд на Изи. Но киллы какие-то миссовцы делают. Это тоже хорошо для террористов. Аманек последний против троих. Играет он под окном. Тем временем уже и Фриберг пошел на центр. И Алла играет в окне. Без шансов. Аманек падает. Такие вот игрники интересные. ДВДВ, Каманек. Из Франции, что ли? Игроки Каманек. Французы, да. Два. Два человека. Не хватает им там лолочек. А, то есть это реально они из Франции, да? Они реально из Франции, да. Это французское звено. Из команды миссовец. Тут я уже не буду повторять мою любимую шутку. То, что Аманек Двудвек, Лолкек, Чебурек. Моя любимая команда из пяти человек. Потому что я ее периодически повторяю, да. А у нас здесь 3-3, дорогие друзья. Седьмой раунд. На первой половине до Миража. И Фрайберг, если Хае закинет, может быть, ничего не получится. Там, да. То есть его на ДКО и разводит в итоге. Фрайберга. Он думает, что там кто-то есть. Но теперь, наверное, понимает, что это ДКО. И в итоге Хае потратил, ну, грубо говоря, потратил никуда. Хотя там все равно могли бы быть по позициям оппонента. Но их там не было. Поэтому ДКО вообще прям шикарный. На самом деле. Мажик Бой находится под балконом. Ребята из миссовец пока никуда не идут. Хотят играть на информацию. И как раз хотели потратить гранаты. Вот что-то у противника, да. Что-то у них получилось. Теперь можно куда-то двигаться потихоньку. Дэву Дуэк пока стоит на коврах. Ждет врыва. Но врыва никого, скорее всего, не будет. Под коврами Мэджикс Бой. Откидывает флешки стандартные. Но будет откидывать. Пока что Аллу довольно уверенно разгулял сейчас по центру. Аллу моментально килл. Странная какая-то тактика. Вот ребят из миссовец. Они, ну, по большому счету, не подготовили никакой почвы. Никаких гранат нет. Ну, там одна флешка какая-то пролетела. И то кривая. Но где смоки, где коктейли, не ясно. Миксел тоже решил пройтись на мидле. Монентально минус шангары. Саманек наконец-таки выходит из-под окна. И вот такие две маслины. Но при этом на Апленте еще два человека. Дэву Дуэку, кстати, удалось забрать дефолт. И он догадывается, что где-то здесь под коврами должен находиться Мэджис Бой. Мэджис Бой в итоге уходит от коктейля Молотова. Спалился. И о нем, в принципе, есть какая-то информация. Это два на два и в целом та ситуация, которую можно тащить. Но поторопился Дэву Дуэк. Времени, в принципе, у него было, скорее всего, мало. Из-за этого он действовал. Мэджис Бой отлично отыгрывает на Апленте. И делает раунд для команды Оптик. Счет 4-3. И снова нет денег у команды Мисфитс. Да, он довольно чистенько сыграно. Кстати говоря, Дэмираж это в итоге Мисфитсовский. Потому что дальше будет Трейн. Который взяли у Оптики. Насколько я понимаю. Сейчас, один момент. Да. Именно так. А оставшаяся карта у нас с Overpass. И Оптики пока что впереди. Да, это защита. То есть на атаке могут быть серьезнейшие проблемы. Может быть, у них опять не получится в какой-нибудь тимплее. Будут работать по индивидуалке. Если тоже это будет получаться. Да, конкретные фишки игроков. Потому что сборная солянка здесь. Но пока неплохо. То есть это, возможно, еще пятый для них. Это довольно приятно в итоге. Опять Мисфитс хотели бы сыграть на информацию. Где-то кого-то подловить. Там где-то на каких-то поздних таймингах выйти. Подсмотреть под окно. Под коннектор. Там и так далее. Под флешку. Вот пытаются на коннектор, например, стрелять. Но тоже не все получается. Но тут вот как мы в прошлых раундах замечали. Будет ли почва для того, чтобы двигаться дальше? Ну, в принципе, почва-почва. Все-таки это эко. Тут не самое главное. В экономическом, наверное, можно и кучей прорвать, извините, какую-то позицию. Собственно, как и происходит. Вот жалко бомбы у Шангареса нет. Был бы пакет. Возможно, бы он сумел установить. Но так он под контролем Миксфола. Прилетает хэдшот. Но в целом команда Мисфитс постоянно на своих экономических раундах делает какие-то киллы. И это неплохо. Алло АВП. Миксфол тоже. Калашемки у всех остальных. И хороший бай от Мисфитс. Счет, в принципе, пока что, ну, что для одних, что для вторых нормальный. Но команде Миссфитс, конечно же, нельзя отдавать инициативу в руки команды Оптик. Потому как, напоминаю, счет был 3-0 в пользу Миссфитса. Вот теперь 5-3 уже лидирует Оптик Гейминг. И вот такой вот врыв в андерграунд. Ну, посмотрим. Да, действительно, тут контртеррористы пока закрепились. Но дело в том, что Аплэнд прорывается со всех сторон, включая коннектор, что не очень здорово. И Фрайберг должен замыкать человека на коннекторе. Но здесь смог, и Фрайберг пока что не видит все. Но он все равно должен сюда идти. И вот они практически разминулись. Ой-ой-ой-ой, Фрайберг еще стукается об своего оппонента. Понимает то, что он стукнулся об оппонента. Но все равно сработать не смог. Вдвек снимает Аллу, а Манек разбирается с Фрайбергом. В итоге ХС буквально между двух огней. Здесь какой-то Вьетнам у него сейчас будет в ближайшее время, судя по всему. Слышит, как ставится бомба. Снимает человека, который ставит бомбу. Получает в жбан, но выживает. После этого 14 кп отъезжает. Миксфолл тем временем делает килл. А вот в спине мэдж с боя. Этот парень может еще затащить раунд. Он один против троих, но шазам! Моментальный разворот. И ввух вставляет свой авик мэдж с боя. Четвертый для команды Мисфетс. Два человека выжило. Ну и не самая хорошая ситуация по деньгам от команды Оптик. Потому как они хоть и брали раунды, но постоянно погибали. И парни рискуют. Берут Юмпи, КВП, Эммочки и Фамос. Естественно, в этом плане у террориста все намного лучше. Но буквально один раунд он может многое изменить. И Оптики могут повести в счете и 6, и 7, и 4. Но опять же нужно затащить этот раунд. Вот сейчас довольно неплохо действует Шингарес на центре. Есть несколько смоков. Не дает он Аллу там аркадничать, пушить мид. Тем временем его тиммейт находится на коврах и в яме. И совсем скоро парни будут выходить на Аплэнд. Посмотрим, как у них получится. Выйти не выйти здесь. Потому что пока опять халдят. Опять хотели бы подловить оппонентов на ошибках. Сделать так, чтобы команда защиты потратила гранат. Гранаты вообще желательно все. И бомба скидывается на тиспауне на данный момент. Наверное, пойдут посмотреть, что на Б происходит. Минута еще осталась. То есть можно вообще-то полминуты где-то походить. Но это прям вообще край. И надо будет потом куда-то идти, что-то делать, куда-то действовать, собственно. Но дело в том, что оптики вообще-то недвижимые. Им практически все равно, что там происходит. Они просто заняли опорные позиции на А, Б, Плэнте. 3, 2. И все. Ну, в принципе, парни, я так понимаю, рассчитывали выходить быстрее намного на Аплэнт. Но так как откинули оптики неплохие банки, лежали смоки и шингары с этом отогнали. Соответственно, парни немножко передумали. Но это даже неплохо, мне кажется. Сейчас у них, посмотрите, есть коннектор, есть подсадка в окно и яма плюс ковры. То есть зажать А, Б, Плэнт можно, причем очень сильно. Позиции игроков защиты, они, ну, похуже. И тут чисто индивидуальный сильный уровень игры может спасти команду оптик. Алл начинает. Забирает моментально Шазама. 10 секунд. Как же фейлит Мисфитс? Неужели нельзя было раньше выходить? Ну, и Мэджик сбой из нычки. Зажат Сик со всех сторон. Моментально падает Мэджик сбой. Промахивается снайпер. Но делает все, чтобы время прошло. И сейчас забирает Сика. Провал полный по деньгам. 6-4. Оптики ведут в счете. У Сика не должно быть совсем денег. Хотя 2-4 стоя у него было, так как он убивал. Плюс какие-то финансы оставались. Ну, не знаю. Вот на карте было все прекрасно видно. Шикарно можно было зайти террористам. Яма, ковры со всех сторон. Но я вот не совсем понял, почему нельзя кинуть стандартный смог из ямы. И отсекать Аллу. Потому как Аллу, конечно, с АВП на тикет-боксе сделал самое главное. Там минус первый килл выходящего из ямы игрока. Балкон еще. Под балконью надо было хотя бы молотовым закидывать. Может быть, с ковров там есть еще вообще другие варианты. Есть еще смог под этот балкон, между прочим. Да, то есть можно смог было закинуть. Но нет. Просто нет. То есть не то, не то и не то. И в итоге человек под коврами сделал очень много для себя. А все остальные... Там даже дело в том, что оптики еще и умирали. То есть так получилось, что у них совсем практически не получилось нормальную человеческую защиту. Но все равно выиграли раунд, потому что ошибки от команды миссуются. Если честно, здесь... Миксфилл снимает оппонента около стульчика, около гуся на миду. И, в принципе, на хаймид, опять же, находится двое оппонентов. Один уже убит. И миксфилл, видимо, не понял, что там есть еще второй. Разворачивается и теперь понял. Ну и, на самом деле, практически полный провал. Здесь Аманек остается один. Позиция Аманек известна, потому что слышно. Миксфилл забирается, опять же, на апдаун. Аллу, возможно, разменяет. Но у него тоже 12 кп. И мы ради совсем не хочется, потому что АВП на руках. Ну и Аманек. Один против троих. Возможно, разрулит. Нет, Алла, кстати, погиб. Но АВИ подбирает миксфилл. Ну, хорошо отыгрывают, если честно, миссфитс на экономических раундах. Постоянно держат напряжение команду оптик. И, казалось бы, оптики здесь являются, конечно же, лидером. Потому как это такой звездный мини-фейс состав. Мини-фейс, да. Похоже. Говорил, но, в принципе, я не могу сказать, что команда оптик здесь победит на карте Мираж. Потому как пока что все неплохо у террористов. И я думаю, что команда миссфитс еще 2-3 раунда может взять. Но у них экономический. Опять первые и вторые арморы. Плюс P250. Тем временем оптики находятся под ямой. Мэдж из боя откидывает интересную хаешку. В конце концов, понимая теперь террористы, что где-то вблизи должны находиться их оппоненты. Но защитники очень грамотно на шифтах отходят на более глубокие позиции. Ну и ждут терры, пока пройдет смог. Готовят банки. Есть у них огромное количество гранат. Есть 4 смока. И я так понимаю, весь аплэнд сейчас будет в дымовой завесе. И под эту завесу парни постараются выйти, поставить бомбу и какие-то фраги сделать. Ну вот, наконец-то смоки здесь полетели. Балкон, я думаю, уже проверят. Но там под балконом нет никого. Но проверяют. В итоге Мэдж из боя работает как раз на этой проверке балкона. Снимает оппонента, видит оппонента. Вообще видит всех, на самом деле. Мэдж из боя и все остальные ребята из команды OptiGaming. Лишь один HS-эстонец погиб. Но 8-4 первая половина выигрывается OptiGaming. Я не сказал бы, что, наверное, супер просто. Но пока Misfits что-то вот не получается местами. То есть теперь есть смоки, но нету человека под балконом. Но они все равно чекают эту позицию. И теперь уже на этом оптике работают. То есть тут как-то все не вовремя. Вещи, то есть действия делаются... Они делают это хорошо, но все не вовремя. Ну, возможно, ты прав. Пока что оптики подошли под яму. Откидывают смоки. Делают, в принципе, все так же, как было в прошлый раз. И в этот момент вышли ребята через ковры. Но размен не в самую, наверное, пользу, скажем так, ребят из оптик. Потому как на пленте терра и они ставят бомбу. Миксулу удалось, правда, забрать Шазама. Сик откидывает флешку. И через зигзаг обходит пока Шингарес своих соперников. Но Фриберг спешит выбивать, забирает Сика. Есть понимание, где находится Шингарес. И в принципе, в любом случае, раунд этот брался. Потому как бомба стоит на дефолте. Поэтому обход Шингарес, он, конечно же, не кстати. Лучше бы он выходил через яму. И, может быть, прикрывал бы как раз-таки ту позицию, лавочку. Откуда Фриберг делал килл и убивал своего оппонента под коврами. 9-4 оптики повели. Как-то активнее стали играть Мисфитс. Но эта активная игра пока что ни к чему хорошему. Позитивно он не приводит. Ребята меньше тратят времени на чек каких-то позиций. В итоге ошибаются и отдают раунды своим соперникам. Да, есть такой момент. Да и первая половина скоро закончится. То есть даже если сейчас они возьмут один, например. Или, может быть, даже два. Зажатие мидла от оптикгейминг очень рискованно. Но Миксфилл уже убивает Шонгирса. Там, может, сбоя не будут ожидать. О, боже мой, это минус три. Вообще-то легчайшие вещи еще замыкают человека на метро. Остается лишь последний противник на яме. Его позиция известна. Это ДВДВЭК. И француз будет падать последним. Неплохая ХА может залететь. Но только 19. А вот вторая пролетела уже 50. А вот и третья уже 17. Сейчас бы еще четвертая. Ох ты. У ДВЭКа грызается. Но я боюсь, что это ему не поможет. Остается последний ДВДВЭК. 17 хп. Есть по нему инфа. ДВДВЭКу не стоит выходить через яму. Есть смысл разыграть этот раунд. Попытаться затащить. Но ДВДВЭК снова спалился. Опять же, два игрока команды оптик. На 100% знают, где находятся их соперники. Минута времени. Есть шанс у ДВДВЭКа. Но почему-то он идет и нагло пушит. Пытался через ковры залезть. Естественно, моментально погиб от снайпера. Еще один раунд в копилку команды оптик. Счет 10-4. 3-0 они проигрывали. Ну и 10-4. Поначалу игра смотрелась получше. То есть, три раунда взяли. Потом пять отдали. Один взяли. Но постоянно держали в напряжении команду оптик. И в какой-то момент... Даже не в какой-то, а помню. Помните, когда рискнули оптики? У них было крайне мало денег. Но они купили ФАМОС. Одну там М-ку на команду. И вот тогда, когда зажимали, по-моему, со всех сторон. Еще и Мисфитс Аплэнд. Вот, собственно, в этот момент многое и решилось. Ну и теперь максимум, который могут сделать Мисфитс в первой половине. Это счет 10-5. Но при этом у них совсем нет практически гранат. Есть только Шангара с одним коктейлем Молотова. И ДВДУЭК со смоком. Ну, хаешка и флешка, естественно. Но эти гранаты не помогут. Смоков нет. Соответственно, выходить нужно только на стрельбу. А выходить на стрельбу против снайперов, против Алла и Миксфала, будет довольно тяжело. Да, это правда. Действительно. Ну что ж, один на Дельпоне. Один около голов на планте. Один человек на окне. То есть 2-1-2 у нас здесь получается. Дефолт от Optic Game. Такой на информацию. А где противник находится, мы сейчас узнаем, сейчас поймем. Но пока непонятно. И с учетом того, что и товарищ на Миду никого не видел. Уже ИЧС переходит в позицию закрывания окна, по сути. Да, если будут возможные подсадки. Уже Мэджест Бой меняется под коннектор. Соответственно. И вот как раз позиция Мэджест Бой может быть очень интересная. Потому что вроде как бы и по департаменту, и одного люлькера запускают под коннектор. Что здорово, да. То есть немножко пошуметь около Аплента. Возможно стянуть кого-то, если оптики на это поведутся. Но при этом забег на Б. Выход. Шенгарс моментально падает. Оптики просто разваливают кабины. Остается Сик вместе с Аманеком. Сик тоже делает отличные два килла. Но позиционка выиграна защитой. Падают парни на плен. Пытается Аманек тащить. Но Аллу разваливает вбок. 1-4. Оптик гейминг против Мисест. Первая половина заканчивается. Заканчивается довольно... Двухая позиция на головах. Здесь может еще и Чеса забрать. Двудок закрывает все с Дельпана. 63 хп. Двудок и остается. Мэджиск бой. Может быть Шазама убьет. Видит чепчик Шазама. Мэджиск бой. Получается в итоге расконтролить голову Шазама. Сик может быть найдет еще одного оппонента. Потому что под 90 здесь на Джангле находится. Очень интересный вообще-то вариант. На самом деле не обязательно его здесь прощекают. Его здесь не особо видно. Вот Сик старается не палиться особо. Но пытается зачекать, где же вообще находятся оппоненты. При этом бомба... Мэджисбой. Разваливает Шингареса. Фриберг тем временем в начале Зига. Двудок ловит Алло. Ситуация 3 на 3. Фриберг понимает, что на Зиге находится оппонент. Забирает моментально Аванека в голову. 50 секунд до конца. Бомба проходит на Б плент. На Б у нас никого нет. Стягивается Сик через библиотеку. Но бомба при этом уже устанавливается. И Сику будет довольно тяжело. Его слышат два игрока команды Оптик. ХСу и Фрибергу остается просто сыграть вместе. Сообща. ХС ловит Сика. Отличный минус П2050. И Двудок один против троих. Двудок 13 хп. Но не то, что один против троих. Он еще и на один патрон. Вот этот патрон и залетает в итоге по нему. Ну, 12-4. Пистолетка выигрывается в Оптик Гейминг. Опять же, я не уверен, было ли меня слышно или нет. Матч на вылет, дорогие друзья. Я повторюсь на всякий случай. И все. И это все, что можно добавить. И более того, это пик команды Мисфетс. И как бы 12-4. А там еще Детрейн от Оптиков. Мисфетс, правда, могут на Детрейне, на самом деле, показывать. Но вторая пистолетка, это еще, возможно, еще один раунд. Это еще, возможно, еще один раунд. Это 13-14, соответственно, на 4. Это слишком жестко, пожалуй. Ну, на вылет тут пока что понятно, кто вылетит уже. Ну, по крайней мере, на Мираже у команды Мисфетс шансов все меньше и меньше. Оптики все-таки не зря выкупили почти всех звезд Европы. Ну, таких не самых серьезных, да, не самых крутых, но звезд в отставке, которые, в принципе, в Америке, возможно, откроют второе дыхание и снова начнут раздавать. И потом уж европейские составы назад будут выкупать. Да, это как в фильме, забыл, как он по-русски называется, по-английски, по-моему, Экспендаблс он называется, там, где старые актеры из боевиков вместе собрались. Отличное кино, кстати, по-моему, несколько частей. А, да-да-да-да, там Шерстнеггер, в общем. Да-да-да, вот это вот, это прямо вот так вот их надо было называть, а не оптигейминг. Ну, бомба будет поставлена. Ну, понятно, да, что второй раунд, вторая половина, то есть закупочная экономика, да, военная, 20 тысяч на 6500 сейчас, вот как видно сверху. И что тут можно сделать? Ну, какие-то головы Аманек пытается поставить, но такое себе. Более того, все живые в пятером. Ой-ой, Алла сейчас умрет, Алла, да. Прыгает зайчик-кролик, Шенгарас в итоге все-таки берет хоть какой-то девайс, это UMP. Ну, и засейвит. 13-4. 4 в 4 сейв, да. Ну, нет смысла выбивать точку Б, будет довольно тяжело реализовать. Парни осознают, что в следующем раунде можно дать волю тем же девайсам и попробовать просто угадать. В этом раунде не угадали, в следующем, возможно, угадают. Ну, приближается-то по счету, ребята из команды Optic, к победе на карте The Mirage. Train, да, будет следующая? Неудержимый, да, вот он, название этого фильма. Неудержимый, да, я тоже увидел название кино. Train следующее, да. И, ну, я не знаю, если честно. Ну, я тоже сомневаюсь в работоспособности команды Misfit, потому как часто именно Mirage выбирают все такие исконно американские команды. Если они на Mirage ничего не сумели показать, то на карте The Train тоже будет тяжело. Но, с другой стороны, Train, например, козырь команды Cloud9. И, может быть, Misfit по их стопам идут и продемонстрируют хорошие поезда. С другой стороны, Optic'ов я видел на Train'е, там тоже все неплохо. Friberg со стула делает килл, Шенгарис падает, Аманек минус Сик погибает. Остается DWG вместе с Shazam'ом в доме против четверых. DWG уходит назад, пытается развернуться на 180. Неплохо, погибает Мэджис Бой. Классный хэдшот из Desert Eagle'а и непонятно, почему стоят до сих пор у нас под центром игроки команды Optic, хотя их тиммейт вышел уже на точку B. Mixwell с Галилом. Разваливает голову, DWG падает, Shazam' в том числе. 14-4 в пользу команды Optic Gaming. Ну, есть бай. В общем, и будет бай. Единственная проблема, что Кевлара надо будет закупать первые. Хоть кому-то. Да, так и происходит. Вторые арморы только у двоих, и Кевлары только у троих в итоге оставшихся. Потому что банки нужны, гранаты нужны. Закуп под ноль буквально здесь, потому что просто денег нет на все, что хотелось бы в команде миссии. Вот Аллу простреливает Shazam, он не убивает. У Shazam'а 17 хп остается. Под Аплентом находится чуть ли не всякоман Optic Gaming. Звено из трех человек вместе с бомбой. Плюс один человек на яме, опять же, замыкающий на возможный коннектор. Это Аллу, но Аллу тяжело с ВП в одну каску. То есть вообще по-хорошему мы его должны сносить. Выход на Аплент. ДВД забирает матч с боя. Аллу при этом наказывает Сика. ХС минус ДВД. Шазам приходит на помощь, забирает Аллу. Но ситуация 3 на 3 и снова вне позициях игрки защиты. Бомбу ХС ставят, но в принципе довольно дефолтную, самую плохую бомбу для игроков атаки. Потому как ее увидеть тяжело, если защита откинет смок и начнет дефить. Но при этом пока что защиты особо на Апленте нет. С тикетбоксом будет действовать Шангарес. Проходит через лавочку у нас Аманек. Красный при этом один из игроков. И Аманека моментально пресекает ХС. Фриберг, скорее всего, будет забирать сейчас головы. Там Шазам 17 хаус-поинтов. И шансов у Шангареса не будет. Но, возможно, забегая немножко в будущее. Хотя нет, Шангарес забирает моментально его ХС. И Шазам 17 хп уходит сразу на сейв. Это 15-й раунд для команды Опти Гейминг. Уж слишком просто эти парни играют на карте Деймираж. А какое было многообещающее начало. Да, 3-0. Причем постоянные киллы делала команда Мисвиц. Не давала оптикам идти вперед по деньгам. Но в итоге так просто, возможно, все закончится. Ну, вероятно. Наверное. Наверное, вероятно. Потому что что-то оптики вот с первой половины, с девайсного, с четвертого как погнали, так и погнали. И остановить их они особо-то и остановили, да. То есть 4 раунда за первую половину. Команды Мисвиц, один вымученный на девятом там. И это все. То есть это в принципе все, что мы здесь видим. На Б пытаются оптики топить. Смог, правда, и мешает. Но они все равно будут топить. Потому что счет позволяет просто агрессировать. На фургоне видят оппонента. Аллу снимает Шангареса, Воллбэнк еще делает. Сейчас, ой-ой-ой, ну как же спиной-то куда? Зачем Монек пошел? Ладно, уже слишком поздно. Трупы, как говорится, не разговаривают. 5 в 3. Ретейк крайне маловероятен. Мэдж из боя забирает ДВДВК. Шазам тем временем тоже падает. Сик один против пятерых. Но шанс, конечно, у Сика никаких. Коктейль Молотова. И, по-моему, нужно говорить до свидания. Сик! Да, Джи Джи уже написал Миксвелл. Никто не верит в Сика. Ни игроки команды Мисвиц, ни игроки команды Оптик Гейминг. Да и дефузов здесь нет. Пытается Сик уже на статистику Халтеворга поработать. И моментально Мэдж из боя его убивает. Штан 4 в пользу команды Оптик Гейминг, друзья. Это первая карта. Карта Детрейн. В пух и прах выигрывают оптики. Но будем надеяться, что... На территории.